Столица 16 часов, вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Добрый день. Неиспользуемые земли продолжают возвращать в госсобственность. К примеру, в Щетском районе Карагандинской области 80 тысяч гектаров местные власти уже распределили для пастбищ. Территорию отдают в аренду фермерам, которые хотят расширять свои хозяйства. Леана Жамлеханова расскажет подробнее. Крестьянские хозяйства в Щетском районе с каждым годом увеличивают поголовье скота. И пастбищных земель катастрофически не хватает. Поэтому местные власти возвращают земли, которые когда-то предприниматели брали у государства в аренду, но не используют их по назначению. 80 тысяч гектаров уже распределили между крестьянскими хозяйствами. Еще 40 тысяч гектаров земли планируют вернуть в ближайшее время. Аким районом Ухит-Мюхтаров старается отдать фермерам в пользование те земли, которые находятся недалеко от их хозяйств, чтобы пасти животных было удобнее. С прошлого года требования по возврату земель изменились. Теперь арендаторы обязаны использовать 50% площадей. На ней должен пастись скот, либо что-то расти. Если этого не происходит, то направляется уведомление. Требуем использовать земли. После уже отдаем тем, кто действительно нуждается. Житель села Успен Самат Нурмуханов в 2016 году тоже взял в аренду государство землю для ведения хозяйства. Но вот увеличить поголовье скота не мог, так как площади не хватало. Косить сено приходилось на соседней территории и половину скошенного отдавать хозяину участкам. В этом году Акимат дал фермеру в аренду еще 300 гектаров. Без дополнительной земли мне было очень тяжело развиваться. Приходилось просить сено у других фермеров. Но они за это выставляли свои требования. Сейчас же, когда мне дали в аренду еще землю, я могу держать больше скота. 100 коров, 150 баранов и 50 лошадей. Использование земель Акимат мониторит с помощью спутника. По закону, взятая в аренду площадь должна быть распределена из расчета на 1 лошадь 15 гектаров, на корову 12, на барана 2,5 гектара. Всего же в Карагандинском регионе до конца года планируют вернуть в госсобственность больше 130 тысяч гектаров земли. Лиана Жамлихан, Васайлау Игликов, Зарина Зулпыхар, Карагандинская область, 24КЗ. В Казахстане дефицит электроэнергии может превысить 13 миллиардов киловатт в час. Таковы прогнозы экспертов на ближайшие пять лет. По их словам, для решения вопроса нужно построить атомную электростанцию. Но сначала нужно детально изучить мировой опыт. Эксперт из Испании Хесос АЭС де Аминьяка Тихира рассказал об эксплуатации АЭС в его стране. И отметил, что в эту сферу инвестировали миллионы евро для обновления всех систем, обеспечения безопасности и надежности их работы. Ядерная энергетика в Испании на протяжении десятилетий была важным компонентом энергобаланса. Сейчас в стране проживают 47 миллионов человек. И на долю атомной энергетики приходится около 20% производства электроэнергии. Она вырабатывается на семи ядерных реакторах, расположенных на пяти станциях. Также атомная энергия вносит большой вклад в безуглеродное производство электроэнергии. Больше 2000 казахстанских студентов в этом году поступили в ВУЗы Малайзии. Казахстан вошел в топ-10 стран по числу поданных заявок на обучение в этой стране. Сегодня в Астане обсудили перспективы казахстанско-малайзийского сотрудничества в сфере образования. В рамках встречи также прошла выставка ведущих университетов Малайзии. Представители рассказали о процессе поступления, возможностях получения стипендий, грантов и провели семинары, мастер-классы по вопросам визовых процедур, стоимости жизни и карьерных возможностей. Сегодня среди абитуриентов востребованы такие специальности, как бизнес и администрирование, искусство, инженерия, педагогика и журналистика. Студенты, обучаясь в малайзийских университетах, они могут получить двойные дипломы. То есть диплом одного из малайзийских университетов и также диплом университета-партнера, например, UK, Австралии, Штатов, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии и так далее. Малайзия уже давно зарекомендовала себя как привлекательное направление для иностранных студентов благодаря высокому качеству образования, мультикультурной среде и доступным расходам на обучение и проживание. Мы планируем развивать наше сотрудничество в сфере образования. В Петропавловске 1870 семей, которые из-за паводка лишились своих домов, переехали в новое жилье. Сейчас горожане налаживают быт на новом месте. Одни в недавно построенных частных домах в микрорайоне Барлик на окраине города, другие в благоустроенных квартирах. В гостях у новоселов побывала наш корреспондент Наталья Волкова. Это уютная, светлая квартира семьи Фоминых. Сейчас домочадцам вспоминать не хочется, сколько переживаний им принесло весеннее половодие. Любимый дом оказался непригоден к проживанию. Прежде чем найти подходящее жилье, семье Елены Фоминой пришлось три месяца жить на съемных квартирах. Первым делом сразу обои поклеили, линолем уже оставили, потолки здесь были, так по мелочи все отмыли, установили мебель, все купили. Живем рады, довольны. Вообще, честно говоря, когда вообще все это случилось, я думала, что будем восстанавливать своими силами все. Еще в начале года Амировы жили в микрорайоне Заречный, но с приходом весны место жительства семье пришлось сменить. Большой уютный дом затопило талами водами, а позже его признали непригодным для проживания. В замену Амировы получили новый дом в частном секторе, который строили на деньги меценатов. Кульжауара Амирова говорит, до придомовой территории еще руки не дошли. Сад будет, но позже. Сейчас пенсионерка занимается внуками. Потихоньку обживаемся. Благодарю президента, Акимгорода, спонсоров, вот что нас немножко вот так поддержали. Еще с тройщиком. Все позади осталось. Что было, то было. Немножко вот освежаем, покупаем потихоньку. Ковер купили, ковры вот. На две комнаты, на прихожку, да на зал. В Петропавловске весеннее половодие повредило более 2400 домов областного центра. 1170 пострадавшим семьям приобрели благоустроенные квартиры на вторичном рынке жилья. 700 заселили новый микрорайон Берлик. Наталья Волкова, Тулегина Манов, Петропавловск, 24КЗ. В Мангостаусской области открыли 8 полицейских классов ЖАС-САХШа. В новом учебном году за парты сели больше 200 школьников-кадетов. Смысл проекта в том, чтобы с детства начать формировать правовую грамотность у юных казахстанцев. Необычные классы заработали по инициативе Департамента полиции в честь сотрудников Миржана Туребая и Адлета Турсунбекова, погибших во время исполнения служебных обязанностей. Утро у пятиклассников средней школы номер 29 в Актау начинается на школьном плацу. Здесь их учат полицейскому этикету, остраивая подготовку, вырабатывает дисциплину. Учиться в специальном полицейском классе стало возможным для тех, кто успешен в учебе, рассказывает юный кадет Али Оразбай. Когда я вырасту, я обязательно стану полицейским. У меня есть цель – закончить школу на отлично и поступить в Академию Министерства внутренних дел города Алматы. За нашим классом закреплен сотрудник полиции, который проводит занятия каждую неделю. Для кадетов разработана и шита форменная одежда по образцу полицейских, а кабинет оснащен специальными стендами. Дети изучают правила дорожного движения, а на открытые уроки к ним приглашают действующих сотрудников правоохранительных органов. К примеру, сегодня на урок пришел полковник полиции с 30-летним стажем работы Сагандык Аяганов. Я мечтал, чтобы в моей школе был такой класс. Это, можно сказать, постепенное погружение в профессию. Дети общаются с полицейскими, те делятся своим опытом, своими профессиональными историями. Это очень познавательно, способствует разностороннему развитию, воспитывает в них уважение к закону и, конечно, патриотизм. Планируем открыть еще несколько подобных классов. Каждый урок – это новые впечатления. К примеру, знакомство с устройством патрульного автомобиля вызвало неподдельный интерес у детей. Стражи порядка рассказали школьникам о задачах дорожно-патрульной службы и показали в действии световую и звуковую сигнализации. А совсем скоро кадетов возьмут в уличный рейд. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Актау, 24 Киезет. В Алматы сегодня ночью погиб курсант пограничной академии КНБ. В полиции подтвердили информацию. Возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства происшествия устанавливаются. Напомню, ранее в соцсетях появилась информация, что курсант спрыгнул с высотного дома. И сегодня же в департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию об обнаружении человеческих останков около пограничной академии КНБ. Ранее о жуткой находке сообщили в социальных сетях. В полиции подтвердили, кости были найдены во время проведения ремонтных работ инженерных сетей около учебного заведения. В настоящее время по факту обнаружения старого захоронения департаментом полиции проводится проверка. Теперь о том, что происходит в мире. Число погибших в результате израильского авиаудара по пригороду Бейрута увеличилось до 45 человек. Более 60 пострадали. Об этом сообщает ливанский телерадиоканал LBC со ссылкой на Министерство здравоохранения страны. На месте взрывов продолжаются поисково-спасательные работы. Не исключено, что число погибших может увеличиться. Отмечу, израильский авиаудар пришелся на густонаселенный район на юге Ливана днем в час пик. Атака произошла спустя несколько часов после того, как Хезбулла начала одну из самых интенсивных бомбардировок северной части Израиля. Ранее Израиль сообщил, что уничтожил 11 боевиков Хезбуллы, включая Ибрагима Акиля, который возглавлял элитные силы РА-2. Представители движения Хезбулла заявили о втором массированном ракетном ударе по авиабазе военно-воздушных сил Израиля Рамат Давид. Об этом говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале движения. Уточняется, что в этой атаке Хезбулла использовала два типа ракет. ФАДИ-1 с дальностью 80 километров и ФАДИ-2 с дальностью 105 километров. При первом ударе по авиабазе было выпущено 10 снарядов. Большая часть из них была перехвачена израильской системой противовоздушной обороны. Ранее армия Израиля сообщила о ракетном ударе Хезбуллы. Отмечу ранее, ВВС Израиля за сутки атаковали 290 объектов Хезбуллы в Ливане. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте В северо-восточной провинции Хурасан в Иране возросло до 51. Ранее сообщалось о 30 жертвах. Еще 20 получили ранения и травмы. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются. По предварительной версии, причиной аварии могла стать утечка газа. На момент взрыва в шахте находились около 70 рабочих. Угольная шахта находится в 540 километрах от столицы Тегерана. Начато расследование инцидента. Австрия пострадала от мощных наводнений, захлестнувших центральную и восточную Европу. Сильнее всего стихия ударила по федеральной земле Нижняя Австрия, которая граничит с Чехией и Словакией. Сотни людей были вынуждены покинуть дома. Последствия наводнения в городе Санкт-Пелькине местные власти назвали катастрофическими. На восстановление разрушенных районов уйдут годы. Населенный пункт расположен всего в 50 километрах от столицы Австрии – Вены. Вода затопила подвалы и первые этажи домов. Коммунальные службы не справляются с откачкой паводковых вод. Уровень воды в реке Дунай в Венгрии достиг десятилетнего максимума из-за шторма Борис. Вода уже достигла ступени здания парламента. Спасатели укрепляют здание мешками с песком. Проливные дожди и сильный ветер привели к масштабным наводнениям в Центральной и Восточной Европе на прошлой неделе. В результате удара стихии в Австрии, Чехии, Польше и Румынии погибли 24 человека. Паводки разрушили дома и поля, а также серьезно повредили автомобильную и железнодорожную инфраструктуру. Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении 10 миллиардов евро пострадавшим странам-членам ЕС. В Шри-Ланке проходят президентские выборы. Там отмечается рекордная явка избирателей. Участки уже посетили свыше 17 миллионов граждан. Ранние опросы показали, что избиратели больше внимания уделяют вопросам экономики, образования, здравоохранения и безопасности. На пост президента баллотируется 38 кандидатов. Среди них есть как представители политических партий, так и независимые. Отмечу, президент Шри-Ланке избирается сроком на 5 лет путем всеобщих прямых выборов. Для победы кандидатам необходимо набрать не менее 50% голосов. Если ни один из них не получит такого результата, состоится второй тур. Кандидат на пост президента США от республиканской партии Дональд Трамп отказался от еще одного раунда предвыборных дебатов с его соперницей от демократов Камалы Харрис. Своё решение политик объяснил тем, что проводить вторую встречу уже слишком поздно. Также республиканец убежден, что демократы хотят провести ее, так как чувствуют, что серьезно проигрывают в предвыборной гонке. Напомню, ранее вице-президент Камала Харрис написала в соцсети Икс, что готова принять участие в дебатах 23 октября на телеканале CNN. Жители популярных туристических районов Будапешта и Афин вводят ограничения на краткосрочную аренду жилья. Все больше людей в европейских городах сталкиваются с проблемой перенаселенности из-за туризма. Местные жители считают, что слишком много квартир раздается на короткие сроки, что создает нехватку жилья для длительной аренды. Это приводит к росту цен на аренду и покупку недвижимости. Подробнее о ситуации в нашем следующем материале. Власти Греции прекратят выдавать лицензии на краткосрочную аренду жилья и повысят сбор сорендаторов. Правила будут действовать год и затронут как минимум три центральных района Афин. Возможно, что мораторий продлят. Так власти пытаются решить проблему дефицита доступного жилья. За последние семь лет цены на жилье в Греции выросли на 50%. По данным Евростата, греки тратят на жилье больше всех остальных европейцев. Кризис на рынке недвижимости в Европе совпал с экономическим спадом в стране. Мы обнаружили, что квартиры для краткосрочной аренды каким-то образом работают как гостиницы. В то время как на общество оказывается большое давление в жилищном вопросе. На данный момент в краткосрочной аренде нет абсолютно никакого контроля. Проблема приобрела такие масштабы, что местные жители выходили на акции против наплыва приезжих. А жители Венеции в знак протеста занимали квартиры, которые обычно сдают туристам. У нас слишком много жилья Airbnb, даже в районе, где я живу. Конечно, владельцы пытаются получить большую прибыль быстрее. Но я думаю, это большая проблема. Уже много лет в нашей стране, особенно в крупных городах, наблюдается жилищный кризис. Я искала арендное жилье около года, потому что мне пришлось освободить свою прежнюю квартиру. У меня было мало времени, и даже во время поисков на разных сайтах и соседних районах я не могла найти ничего, чтобы подходило мне по бюджету. Против краткосрочной аренды жилья также выступили жители одного из самых популярных районов Будапешта. За запрет проголосовали 54% из более чем 6 тысяч человек. Новое правило вступит в силу с 2026 года. Цены на жилье в столице Венгрии за последние 9 лет выросли в три раза. Вместе с тем, критики данных мер считают, что такие действия приведут к тому, что муниципалитеты потеряют значительные доходы, а также пострадает местный бизнес. Я вложил все свои сбережения, которые накопил за 10 лет работы в сфере IT, а также взял большой кредит в банке, чтобы купить эту квартиру. Я выступаю против запрета краткосрочной аренды. Люди, которые останавливаются здесь на короткий срок, не заинтересованы соблюдением местных правил. Они нарушают порядок, шумят или ссорят. Сегодня они здесь, а завтра будут уже в другом городе. По данным Евростата, в 2023 году через онлайн-платформы Airbnb, Booking, Expedia Group и TripAdvisor в Венгрии было забронировано свыше 720 миллионов ночевок по всему Евросоюзу. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. Асилип Докалыкова, 24КЗ. Потепление прогнозируют на большей части Казахстана. В Алматинской, Туркестанской, Мангастаусской области ЖТСУ столбики термометра поднимутся до 27 градусов тепла. В северных и восточных регионах республики днем потеплеет до 23 градусов. В Алматы и Шимкенте синоптики обещают кратковременные дожди с грозой. Усиление ветра ожидается на северо-западе, севере, востоке и в горных районах юго-востока. В Астане погода солнечная, без осадков. В Актюбинском учреждении по охране лесов и животного мира не хватает техники. Для защиты зеленых насаждений специалистам необходимы патрульные машины. Есть и потребность в обновлении части оборудования. Сейчас здесь активно готовятся к осенней посадке деревьев. И как планируют помочь лесникам местной власти, узнавала наша коллега Наталья Салькова. Через пару недель специалисты Актюбинского учреждения по охране лесов и животного мира приступят к осенней посадке деревьев. Сейчас готовим почву, рассказывает старший лесничий Аманбай Тажемишев. К примеру, в Каргалинском лесничестве подсеянцы отвели 84 гектара. Будем высаживать вяз. Подготавливаем площади 12 на 24. 12 метров предназначены для проезда противопожарной техники. На 24 метрах готовим 6 рядов. 4 отводим под вяз и на 2 высаживаем кустарники. Для посадки используют саженцы из местного питомника. Его площадь составляет 32 гектара. Здесь растут 12 видов деревьев и кустарников. В том числе вязы, клены, тополя, ивы, смородина. Они лучше всего приживаются в резкоконтинентальном климате, говорит инженер-лесопатолог Шаки Буханов. С посадками производится осенний период и весенний период. Весенний период мы уже производили, теперь остался осенний период. Общий план 1550 гектаров. Возраст в основном годичный, двухгодичный. Это соответствует по стандарту. В планах специалистов Актюбинского учреждения по охране лесов и животного мира высадить осенью 2 миллиона 800 тысяч сеянцев. Эту задачу они готовы выполнить, несмотря на трудности. В прошлом году для учреждения приобрели 4 новых трактора, 3 лесопосадочные машины и 2 плуга. В этом планируют закупить пожарную машину. Однако потребность в сельхозоборудовании все еще есть, говорит заместитель директора Болжан Мрзагалиев. Уходная работа, чтобы провести, борн, дисковые плуги не хватает. Ну, заявку подали. А для охраны от пожаров и патрулирования непосредственно, которые в прошлом году сажали, ранее, чтобы потравок с котом не было, патрульной машины не хватает. Сегодня у нас есть УАЗ и НИВы. Патрульной машины 14, пожарной машины 3. Должна обеспеченность должна быть. В Управлении природных ресурсов сообщили, что для лесных хозяйств области в этом году приобретут 4 пожарные и 3 патрульные машины, а также 2 мотопомпы. Кроме того, рассматривают вопрос покупки в лизинг, 18 тракторов и 29 патрульных комплексов. Наталья Салькова, Айнадин Болдобеков, Октубе, 24 КИЗ. 29 миллионов тенге. Столько может стоить килограмм носорожьего рога на черном рынке. Это ведет к жестокому истреблению животных. Сегодня Всемирный день носорога. Экологический праздник призванный привлечь внимание к сокращению их численности. Существует 5 видов носорогов, 2 из которых находятся под угрозой исчезновения из-за браконьеров. Миф о том, что рог носорога обладает лечебными свойствами, приносит удачу, делает его мишенью. Однако в Алматинском зоопарке белые носороги в безопасности. За ними хорошо ухаживают и создают комфортные условия. Хуат, Самал и Сизем. Они не родственники, но в Алматинском зоопарке живут бок о бок 18 лет. Имена у них по традиции казахские, хотя родом они из Южной Африки. Обычно носорожья семья не обращают внимания на посетителей. Но когда наша съемочная группа подошла с другой стороны вольера, животные проявили неожиданное любопытство и даже позволили себя погладить. Это самые дружелюбные обитатели зоопарка, рассказывает Булатбек Махатов. Когда они к нам поступили, они только были изъяты из дикой природы. В первое время были очень осторожны и пугливы. За три года мы их приручили, сейчас они к людям привыкли. В отличие от других видов, они самые крупные и более дружелюбные. Бек Беркимбеков работает в зоопарке уже 12 лет. В его обязанности входит уборка вольеров, кормление и уход за животными. О своих питомцах знает всё. Говорит, у каждого свой характер. К примеру, Хуат с подругами обожают валяться в луже, покрывая кожу грязью. Таким образом, они защищаются от солнца и мелких вредителей. Также в борьбе с паразитами им помогают птицы. Но особое удовольствие им доставляет процедура чистки ушей, которую проводит смотритель. Ухаживать за носорогами не сложнее, чем за домашним скотом. Едят картофель, морковь, свёклу, в основном овощи. У них есть доступ к чистой проточной воде. А ещё мы создали для них условия для принятия грязевых ванн. Сейчас в мире существует пять видов носорога. Чёрный, белый, ямайский, суматранский и индийский. В Алматинском зоопарке проживают именно белые. В отличие от других видов, они самые крупные. Но даже посетители знают, что несмотря на дружелюбие носорогов, лучше их не злить. Потому что если их обижать, они могут своим личиком с рогом ударить. Поэтому лучше их не обижать. С ними дружить надо. Но обитают в Африке, в савайнах различных. То есть, конечно, смотрел различные передачи, как они обитают в естественной среде, дружат с жирафами. Это, конечно, великолепно. Но туда дорого попасть и далеко. Здесь есть возможность всё, по крайней мере, наблюдать своими глазами. Алматинский зоопарк не остался в стороне замечательного события, как Международный день носорога. Обычно в этот день главных виновников торжества угощают особенным лакомством – тортом из овощей, а для посетителей проводят лекции. Индира Умгарбаева, Султан Бейсикенов, 24КЗ, Алматы. И на этом пока всё. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова